Журналисты внесут вклад в обеспечение открытости выборов. Об этом говорили во время заседаний круглого стола общественного штаба независимого наблюдения. На повестке аккредитация СМИ и информационное взаимодействие. Все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября этого года журналисты могут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами, получать их копии, а также вести фото и видеосъемку, заранее предупредив председателя и секретаря комиссии. Если же права журналистов нарушаются, например, члены УИК не разрешают фотографировать или просят покинуть помещение для голосования, нужно зафиксировать нарушение на камеру или диктофон. Информирование со стороны СМИ должно отвечать трем основным принципам – быть достоверным, объективным и не нарушать равенство кандидатов. Журналисты призваны только лишь подать объективную информацию, чтобы у населения, в широком смысле содержания этого термина населения, была информация точная, объективная, без какого-либо искажения действительности. Придя на участок, журналист должен подойти к председателю УИК или его заместителю, чтобы предъявить аккредитацию, а также паспорт или редакционное удостоверение. Ранее в регионе прошла серия обучающих семинаров для наблюдателей. Им рассказали о правовой основе деятельности, о правах, обязанностях, а также о том, куда они могут обратиться в случае обнаружения нарушений. В Самарской области подготовились выше пяти тысяч наблюдателей. За четыре месяца работы штаба провели порядка 70 мероприятий. В августе будут сформированы мобильные группы, задачей которых будет являться оперативное реагирование на поступающие от наблюдателей и граждан запросы, выезды на избирательные участки для разрешения конфликтной ситуации. Очередным шагом по пути защиты избирательных прав граждан также станет работа с 19 августа пункта общественной горячей линии связи с избирательными на площадке материальной палаты Самарской области. На баде общественного штаба независимого наблюдения создали специальную группу по работе с фейками. Только из-за июля в России их было зафиксировано порядка трех тысяч. Избежать искаженной информации поможет только прозрачность предвыборной кампании, уверены эксперты. У нас все-таки мы, фейки, понимаем, что возникают из-за информационного вакуума и мы понимаем, что нам необходимо вот это доступное объяснение и, конечно, без здорового скепсиса я считаю, что здесь мы не обойдемся. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала Самара ГИС, Елена Кольцун. Мэри Елчан, Константин Головин. События.